Тема 801. Обновление мебели. Этот бизнес на все времена, особенно в кризисные, когда выживает тот, кто предлагает людям экономить. В России его можно вести так же, как в США. Особых вложений он не требует. Четыре года назад два студента колледжа приобрели бесплатный диван по объявлению на популярной в США доске объявлений. Когда через несколько месяцев они решили от него избавиться, видимо, он уже был не нужен, они продали его за 60 долларов, плюс взяли с покупателя еще 20 долларов за доставку. В этот момент они осознали, что это может стать их бизнесом. На вырученные 80 долларов они приобрели. Через тот же Еще три старых дивана. Студенты их почистили, привели в товарный вид и перепродали в течение недели. Через две недели они купили еще 15 пушных диванов. И пошло-поехало. В первый же месяц они напродавали обновленной мебели на 6 тысяч долларов. В следующий месяц их доход составил уже 10 тысяч долларов. Сегодня, через три года их ежемесячный доход составляет 40-50 тысяч долларов. В созданной ими фирме, которая так и называется «Обновленная мебель», работают 8 сотрудников. Продают мебель они через два шоурума в двух городах Калифорнии и через свой сайт. Владельцы бизнеса продолжают скупать старую мебель через доски объявлений. Чистить ее, отмывать и продавать почти как новую, но по цене в 3-4 раза меньше, чем фирменную. Поэтому желающие всегда есть. Особенно те, которые к мебели относятся не как к произведению искусства, а как к необходимости на чем-то спать, зачем-то обедать, куда-то складывать свои вещи. Это касается и просто не очень богатых людей, и тех, кто снимает чужое жилье. Зачем в чужую квартиру привозить новую мебель? У фирмы «Обновленная мебель» даже есть постоянные клиенты, которые с удовольствием разглядывают витрины их интернет-магазина и содержимое шоурумов. А посмотреть есть на что такому. Разнообразие мебели может позавидовать иной местный мебельный магазин. Кроме низкой цены, у фирмы «Обновленная мебель» есть еще один козырь – качественное и быстрое обслуживание. Компания «Обновленная мебель» может привести заказ в течение 30 минут и гарантирует возврат денег, если покупатель захочет отказаться от покупки в течение двух суток. Например, если диван скрипит или просто чем-то не нравится. В России этот бизнес пойдет даже потому, что у нас дешевую мебель любят еще больше, чем на Западе. Сама продавала по объявлению и детскую кровать, и компьютерный стол. Все сразу купили. А если начинать бизнес, как два американских студента, через популярные доски объявлений, то для этого у нас тоже все есть. Например, заходите на «Авиторю». В доску объявлений любого города, например, «Волгограда». Выберите раздел для дома и дачи, мебель и интерьер. Выберите частные объявления, чтобы отделить их от объявлений компаний. Отсортируйте список по дешевизне, чтобы... Вверху списка показывалась самая дешевая мебель. И смотрите, в каждом городе есть как бесплатная мебель, так и очень дешевая. А почему люди так дешево продают такую полезную и объемную мебель? Да как раз потому, что она занимает слишком много места и она тяжелая. Даже чтобы на помойку ее отвезти, нужно потрудиться, либо денег заплатить грузчикам. А если вы переезжаете или уже купили себе новую мебель, весь этот старый хлам, именно в вашем понимании, большая проблема. А ведь кому-то она может оказаться очень нужной. Если скупить всю эту копеечную мебель, привезти ее в божеский вид, то вполне можно продать ее в 10-15 раз дороже. Для продаж можно использовать тот же Авитору, другие местные доски объявлений, организовать свой шоурум, сайт с интернет-магазином, как сделали предприимчивые американцы. Я бы еще навела мосты с агентствами недвижимости и бригадами грузчиков. Среди их клиентов можно найти как продавцов копеечной мебели, так и покупателей дешевой обновленной мебели. Будут ли такую мебель покупать? Конечно, на рынке всегда побеждает дешевый товар, даже если он не высшего качества, именно поэтому чаще всего побеждают китайские товары. А что если покупатель будет искать ту же самую копеечную мебель на Авитору? Во-первых, не всякий желающий обзавестись подержанной мебелью пойдет искать ее на доске объявлений. Во-вторых, по умолчанию на Авитору. Первыми показываются не самые дешевые товары, а самые дорогие, продаваемые в оплачиваемой рекламе. Чуть ниже располагаются самые свежие объявления. Найти в них что-то дешевое нелегко, потому что по умолчанию показываются объявления как от частников, так и от коммерческих фирм вперемешку. А коммерческих фирм на Авито чуть ли не больше, чем частников. В-третьих, частники, продающие дешевую мебель, плохо презентуют свой товар и практически никогда не предлагают доставку. Представьте свой товар не как ненужный хлам, а как добротную высококачественную, хоть и поддержанную, мебель. Предложите. Доставку в течение часа и гарантии возврата, если что не так, и клиент на 90 ваш. В-четвертых, в нашем обществе у людей уже сложилась привычка, что есть соответствующие службы, которые решат за них все проблемы, соберут, классифицируют, опишут, примут оплату и доставят. Людям проще обратиться в организацию, которая возьмет все хлопоты на себя, чем самолично рыскать по частным объявлениям в поисках нужного дивана или стола. Если бы это было не так, не существовало бы такого большого количества агентств недвижимости, которые занимаются именно этим, собирают базу данных, делают фотки, публикуют объявления и доставляют клиентов к продаваемым объектам. Грамотный человек вполне мог бы обойтись без услуг подобных агентств, просто ему с ними проще. Так что будут покупать и благодарить. Вот и весь незатейливый бизнес с нулевыми вложениями и для любого города. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»